Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и сегодня новости из Турции. Заявление министра туризма Турции в течение 10 дней станет ясно, когда Россия возобновит чартеры в Анталию. Ближайшие 10 дней станут критичными для туризма в Турции. Скоро станет ясно, когда самые большие рынки и в первую очередь Россия перезапустят чартеры в Турцию. Такую информацию озвучил министр туризма Мехмед Нуриерсой. По его словам, Россия пока не сделала никаких заявлений. Турция пока не получила никакого определенного нет, мы продолжаем разговор, заявил он. По прогнозам турецких экспертов, если Россия, а также Великобритания и Германия откроют маршруты в Турцию, это поможет компенсировать хотя бы 50% от прошлогоднего сезона. Напомним, что в прошлом году Турция заработала на туризме 35 миллиардов долларов и заняла шестое место в мире по количеству туристов. Напомним, что ранее Турция демонстрировала свою сертификацию безопасного отдыха путем дипломатического пресс-тура, в котором приняли участие 60 послов различных государств, в том числе и российского. Отели в Анталии не имеют шансов выжить только с турецкими туристами и небольшими рынками, также прокомментировал министр туризма Турции. На данный момент в Турции отдыхают украинские, белорусские и казахские туристы. Что касается основных рынков, то пока не ясно, с каких стран начнется международный трафик, заявляет министр туризма Турции. По его словам, критичными для этого решения могут стать ближайшие 10 дней. Однако остается вопрос, не чрезмерно ли оптимистичен турецкий министр туризма. Обнадеживающих сигналов ни Россия, ни Германия не подавала. Более того, Германия вычеркнула Турцию из списка безопасных для путешествия стран, как минимум до августа, хотя турецкие власти и подчеркивают, что это политическое решение, факт остается фактом. В список 13 безопасных стран, подготовленный Роспотребнадзором, для возобновления авиасообщения Турция также не включена. Причина по оценкам экспертов – газовый спор на почве поставок газа через Южный поток. Турецкие компании задолжали Газпрому около 2 млрд долларов и отказываются платить. А туристы становятся инструментом давления. На сегодня по Турции у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. За всем, кто досмотрел наш обзор до конца, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.